Моя семья Наверное, в жизни человека нет более важной вещи, кроме обретения мира с Творцом, как семью завести. И я с этими убеждениями до сегодняшнего дня живу и женат уже даже чуть больше, чем 25 лет. И я помню, что перед тем, как жениться, много переживал на эту тему, много молился. Было искренне страшно, не потому что я пугался той молоденькой девушки, с которой встретился, но потому что внутри себя осознавал, что неправильный шаг с созиданием семьи может нарушить течение Божьей воли в моей жизни. Но слава Богу, что так уже казалось, что и та молоденькая девушка, с которой мы встречались, была примерно таких же взглядов и тоже боялась сделать неправильный выбор. Короче, мы встретились, и слава Богу, и дети родились, и мы пытаемся и прикладываем максимум усилий, чтобы воспитывать их, в том числе воспитывая их в вере. И я считаю, что семья и близость семьи – это самое важное. Но вместе с этим хочу сказать, что семья – это тоже непросто. И нет такого, что все абсолютно гладко. Есть какие-то конфликтные ситуации, есть какие-то ситуации, когда ты не понимаешь детей, дети тебя не понимают, особенно когда они начинают подрастать, и у них выстраивается свое мнение. Но, наверное, в этом и прелесть, что не все дается легко. И когда мы переживаем какие-то сопротивления, это заставляет нас думать и быть креативными, и находить выходы, и просить у Бога помощи там, где наша голова или наше сердце не срабатывают. Но я хочу сказать, что нет замены семье. И если я могу пожелать людям, ищущим семью, и молящихся о том, чтобы создавать, не создавать семью, ну, однозначно, да, создавать, но только с правильным человеком, и приложите максимум трепета и терпения, и страха Господня, и отбросьте в сторону всю эту модернную ерунду. А, не получится, так разведемся. Семья – это однажды и навеки, и тогда это монолит, который держит тебя. Нету, нету никакой другой замены семьи, никакой другой замены семьи. Аминь ерунда Аминь ерунда